Приветствую вас. Ну, вы знаете, довольно такая частая история, когда женщина терпит от своего мужа до своего мужчины такое отношение негативное. И, соответственно, не знаю, что ей делать. Врывается, уйти там, например, ну, то уйти, то еще что-то, да, вот. И многие, на самом деле, советуют, да, говорят, мол, ну, вот, уходи, да, там, что ты, как бы, зачем ты его терпишь, там, и так далее. Вот. Но при этом есть такое непонимание ситуации, на мой взгляд, коренное, в том, что человек, в принципе, он бы и рад, вообще говоря, уйти. И только вот возможности нет. Нету средств для этого. Знаете, поэтому говорить, уходить, да, я вам не буду. Пока что. И не рекомендую рассматривать этот вариант пока вообще. Потому что он, этот вариант, да, он вам не подходит пока что. Если бы вы могли уйти, вы ушли. Давно. Давно бы еще ушли, и вас бы не было. Не уходите, значит, нет возможности. Нет возможности, почему? Да, вот почему нет возможности. Почему нет средств для того, чтобы уйти. Потому что нету личных границ. То есть, у вас как это происходит? Мужчина, он ведь Что делает? Он вам подавляет. Он вас подавляет и хочет, Чтобы вы, правильно, Были Для него, ну вот Какой-то Единственный Одной, да, то есть, чтобы вы не были с собой И так далее. Так? Ну, я думаю, что Так. Можете вы это поменять? Чтобы мужчина перестал Так себя вести? Нет. Не можете поменять. Потому что У него нету Другого выбора. Он по-другому не может. Он по-другому не умеет. Он бы и рад, может быть, Вести себя Как-то иначе. Но у него нет для этого стресса. И его крики, и его вот эти вот Ага, его агрессивность Это что? По сути Это проявление эмоций. Это проявление его эмоций. Проявление его чувств. Мужчин. И он по-другому Не может Свои эмоции проявлять. К сожалению. Ну, человек Не привык, например Разговаривать О своих чувствах. Да? Человек Не привык, например Говорить О том, что его волнует. Человек Человек, например Не привык Делиться Своими переживаниями. У него все Вот это вот Все в агрессию Уходит. А? Правильно? Наверное? Ну Скорее всего Скорее всего Откуда Агрессия? От Невыраженных Эмоций? От Обид? От Негатива В нем Самом Человеке Понимаете? То есть Его Отношение К вам Что? Как он относится К вам Не связано С вам Абсолютно Вот Именно С вами Это Не связано Никак Мужчина Ведет Себя Так Потому Что У него Проблемы Эти Проблемы Мужчина Не знает Как Решить Нету Нету Средств Нету Способа И он Выбирает Единственный Понятный И легкий Для себя Способ Который Использовали Воспринимать Реакцию Мужчины Как Что-то Связанное Именно С вами Это Первое Ничего Там Связанного С вами Нет И Близко Дальше Вторым Пунктом Идет Анализ Того Что Вас Задевает То есть Если Что-то В Словах Мужчины Вас Задевает Что-то Вам Неприятно Как То Вот Еще Нужно Разбираться Почему Опять Что Само Собой Это Не Пройдет Нище Нужно Разбираться Почему Задевает Задевает Из-за чего Задевает Чем Задевает Как Задевает Что Вы Чувствуете Все При этом При этом Да И Соответственно Что Можете Задевать Для того Чтобы Это Задевать Перестало Задевает То То есть Ну Объективно Так Как Получается Что Если Задевает Значит Я думаю Что Это Правда Вот Ну Скорее Я думаю Что Это Правда А Если Я думаю Что Это Правда Значит Что Я могу Сделать Первое Либо Принять Себя Это Одно Направление Принять Себя То есть Перестать Считать Себя Плохой Или Какой-то Еще Либо Стать Лучше Тут Лажный Момент Что Стать Лучше Не Кого-то Да Не Какого-то Там Лучше Определенного Эталона А Просто Стать Лучше То есть Если Вам Что-то Не Нравится Что Это Нужно Исправлять И Исправляя Вы Становитесь Сочным Опять Вам Нужно Выбрать Для себя Путь Вот Этот Вот Путь Либо Я Принимаю Себя Такой Ну Какой-то Знал Вот Какой-то Вот Я такая Да И Все Либо Я Становлюсь Лучше Но Возможно И оба Варианта Возможно Вариант При котором Вы себя Сперва Принимаете А потом Руководствуясь Стремлением К идеалу Да Потом Вы Просто-напросто Развиваетесь И все Это Такой момент Да Я уже Не помню Наверное Второй Это второе Тут Нужно Понять Что Именно Вы Себе Не Принимаете Почему Не Принимаете Ну И так Далее Кто Вам Сказал Что Это Плохо Кто Вам Сказал Что Так Не Должно Быть Ну И так Далее Откуда Это У Вас Такая Установка Что Так не должно быть И так далее Дальше Следующее Над чем Нужно Подумать Это Личное пространство Видите ли Личное Пространство Штука Очень Деликатная Важная И тонкая То есть Пока Все Хорошо Ну Оно Вроде бы И не Нужно Когда Все Плохо Вот Как Как У А Определенный Кризис В Отношениях Нет Никакой Опоры Нет На что Опереться Вот И это Проблема Нам Получается Что Кроме Дочери Твоей Муза Может быть Родни Вы Ни на что Больше Не опираетесь И это Проблема Потому что Опираться Нужно На Себя А Что Значит На Себя На Свои Ценности Свои Вгляды Некую Такую Свою Если Угодно Обособленную Немножечко Сферу Которая Является Частью Вашей Личности Грубо Говоря Грубо Говоря Это Выбор То есть То на что Вы опираетесь При принятии Какого-либо Решения Анализируете Ли Вы При этом Последствия Решения Будет Ли Кому-то Хорошо От Этого Решения Кому Будет Хорошо Если Будет Если Не Будет Кому-то Хорошо Можно Ли Подкорректировать Решение Так Чтобы Было Кому-то Хорошо Понимаете То есть Личное Пространство Начинается Даже Не С Какой-то Деятельности Да А Личное Пространство Начинается Именно С Определения Выбора То есть Это Ну В некоторой Степени Да Это Вот Как Определил Установки Один из Психологов Да Это Готовность Готовность К определенным Переживаниям Вот То есть Конечно Понятно Что Там Есть И Другие Определения Установок Вот Но Именно Именно Вот Если мы Говорим О выборе Да Именно О выборе То Это Вот Такой Подход Более Ну Более Правильный Вот Это Готовность К Переживаниям А Почему Именно Конкретные Переживания Да У Человек Есть Почему Именно Конкретные Переживания Потому что У него Наш Прошелся Такой Образ Такая Установка Среда Внушила Такую Установку И Правильность Этой Установки Определяется Не Ее Объективностью Не Ее Мудростью А Наличием Или Отсутствием Вреда Вам Наличием Или Отсутствием Удовлетворенности Либо Неудовлетворенности Вас Или Комозав Вас Говоря Языком Рандактного Анализа Личное Пространство В общем Будет Адекватное Адекватное Представление О Выборе То есть Почему Я Делаю Тот Или Иной Выбор Вот И Тогда Будет В общем-то Все Остальное Конечно Не Сразу Будет Будет Некая Такая Сфера Куда Никому Кроме вас Доступа нет Лично Только вам Принадлежащей А теперь Подумайте Есть ли У вас Такое Вашей жизни То есть Есть ли У вас Что-то В жизни Что Принадлежит Только вам Если Есть Хорошо Значит Это Нужно Развивать Если Нет Нужно Определять Почему Нет Исходите Ваших Интересов И Привносите Это Вашу Жизнь Ибо Одна Из Основных Проблем Ваших Она Кроется Не в Самооценке Даже Одна Из Ваших Проблем Кроется В том Что Вы Помимо Роли Матери И Жены Ну Наверное Таком Негативном Проявлении Да Вы Себя Не Видите Это Очень Большая Проблема Для Вас Конечно Поэтому Если Мы Говорим Именно О Средствах Не Просто О том Что Вам Надо Уходить И Уходить Да Вот Если Мы Говорим Именно О Том Что Нужно Для Этого Вот Эти Вещи Необходимы Вам И Исходя Уже Из Личного Пространства Вы Будете Немножечко Легче Понимать Понимать Вопрос Связанный С Разграничением Ответственности С С И С С С С С Вашего Муза Муж не хочет Никого Видеть Хорошо Вы Здесь Причем Муж Не хочет Ни с кем Общаться Хорошо Опять же Вы Здесь Причем Ребенок у вас достаточно взрослый, посидеть с ним муж может, да и ребенок сам, наверное, посидеть с ним может. То есть ребенок сам может посидеть, простите. Вот. Это разграничивает, ну, разграничивает. Это будет легче, если у вас появится личное пространство. Будет легче. Будет легче видеть, где я, а где ты. Потому что пока вы этого не видите. Но опять же, опять же, это нормально. То есть нельзя требовать от вас, понимаете, нельзя требовать от вас подобных вещей. Нельзя, потому что это, ну, вы не научились, у вас нет этого. Вы не обладаете этим моментом. Дальше. После всех этих вещей, да, после всех этих моментов, вы увидите, что ваши интересы, ваше личное пространство, то, что вам важно, то, что вам ценно, то, что для вас, ну, имеет значение, да, это составляет ваши, ну, скажем так, как наши ценности. Как личности. И вот такой вам Себя И, ну, и, например, Будет. То есть, понимаете, не нужно что-то делать Для того, чтобы тебя принимать, или уважать себя, понимаете? Не нужно. Это можно сделать уже сейчас, понимаете? Уже сейчас можно тебя принять такой, какая вы есть. Другое дело, что этому что-то мешает. И вот, что мешает? Что мешает? Ну не разбираться. Что конкретно мешает вам? То есть может быть это не совсем адекватные представления о себе. Может быть это какие-то мешающие взгляды. Как бы говорящие все время, что вот, ты там не такая, ты там должна быть другой и так далее, да? Это тоже можно устранить и тогда, я думаю, вам будет легче. И вот уже после этого, после этого, вы сможете решить, что вам делать с мужем. Либо уходить от него, либо менять его поведение, его отношение к вам. Как? Ну первое и самое главное, это вообще перестать реагировать на поведение своего мужчины. Именно реагировать на поведение своего мужчины. Если оно вас не устраивает. То есть если оно для вас является неприемлемым. Неприемлемым вообще. Это образуется, опять же, самостоятельно в процессе взаимодействия с теми вещами, которые я говорил. Заметьте, вашего мужа бесполезно переделывать. Он такой, он такой. Он не поменяется, не станет другим, по крайней мере сейчас. По крайней мере, пока его все устраивает. Поэтому вам нужно не заниматься переделыванием его, а просто показывать, что как бы, ну вот, прости, да, но меня это не устраивает. Просто ты делаешь, как ты себя ведешь, но не устраивает меня это. Вот. И все. И если это вас не устраивает, то вы просто закрываете эту дверь как бы мужу своему. Вы говорите, что, ну вот, извини, но меня не устраивает. Извини, но я не хочу. Как бы так дальше. И все. Ты можешь делать что угодно, ты можешь делать как угодно. Вот. Это твое право. Должны быть четкие границы, четкие границы и четкие правила того, как вам, значит, нравится, как вам допустимо поведение, какое поведение допустимо для вас. А какое поведение нет. И исходить нужно из этого. Исключительно. Только. Исходить нужно только из этого. И все. Понимаете, какая вещь? Дальше. Дальше. Следующий момент, да, о котором я хотел вам сказать, о котором я хотел вам сказать. Это ребенок. Ну, как вы знаете, я не обрадовываю вашего мужа, да, не хочу сказать, что он прав по отношению к вам. То есть, я как бы, ну, на вашей стороне. То есть, не достоин даже на вашей стороне, а, ну, в принципе, помочь. Дальше зашла. Но. Вообще-то, это нормально. Это правильно. Это... Это правильно. Это... По взрослому. Когда люди, ну, дают сказать именно ребенку, да, вот, а не... Говорят сам. И если вы, ну, если вы, как вот я правильно понял, да, если вы не прерываетесь, когда ребенок говорит вам, то это на него негативно влияет. И даже если ваш муж, вот он, ну, в общем-то, не брат, да, по отношению к вам, то понятно, что говорить там те вещи, которые говорит он вам, это явный перебор, да. Потому что, ну, понятно почему. Почему. То, в общем и целом, его идея, его посыл, он, в принципе, правильный. Его посыл, он, в принципе, правильный. Как бы. Ну, вот. И... Этот посыл... Этот посыл... Вам нужно понять. То есть, учитесь обращать внимание не на форму, а на содержание, на смысл того, что говорит у человека. А человек говорит так. Ребенку, как бы, ну, ребенок хочет сказать что-то. Вот. Давай дадим ему сказать. Ну, пусть скажет, если хочет. Вот. Да. Или хотя бы там, не знаю. Как бы там, дорогой или дорогая у вас там дочь, да. Дорогая. Подожди, пожалуйста. Мы сейчас закончим, да. И потом, там, обязательно, ты скажешь. Если это срочно, да, как бы. Вот. То есть, если срочно, то, да, давай еще раз скажем. Если нет, то, подожди, пожалуйста, мы сейчас с папой там договоримся. Как бы, и... Тогда мы уже тебя выслушим. То есть, как бы, понимаете, посыл какой, да, должен быть. И это посыл правильный. По отношению к ребенку. У отца. Именно посыл. Форма, она, может быть, неверная. Форма. Да, то есть, форма такая. Типа, все. Ребенок говорит, там, все, как бы, рот на замоке, да, и так далее. И так далее. Все. Случаем ребенка. Это, может быть, неправильно. Это, как бы, и мы должны вовремя. Но, и игнорирование, когда ребенок говорит, тоже неправильно. Знаете, возникает перегиб. А мы же с вами не хотим перегиба. Надеюсь, в моей мысли вы поняли. Вот, я не хочу оправдывать нашего мужа. Ну, и вам я предпочитаю указывать на ошибку, если, на мой взгляд, она и есть у вас. Вот. На этом, в принципе, можно закончить. Вот. На более глубоком уровне идет сценарий. Да, то есть, вы повторяете модель поведения своих родителей, своей мамы. Вот, скорее всего. И так же, так же, скорее всего, вы уже были предположены, да, к такому вот отношению, к такой модели поведения. То есть, первый раз, когда это произошло, первый раз, когда это случилось, когда ваш муж вот так стал себя вести с вами, первый раз. Вы позволили ему это, не отреагировали правильно, не отреагировали должным образом, и, соответственно, человек, он продолжал, ну, начал продолжать себя так, ну, и так вести. Вот. Соответственно, это говорит о том, что самостырка у вас, вот как вы говорите здесь, да, повысит самостырку, то есть у вас изначально самостырка была занижена. Вот. Изначально. Просто, может быть, может быть, у этого не замечательно. Может быть, это не давало себе так. Ну, может быть. Я только догадываю здесь. Говорит, ну, предположите, что ваша мама, она вот такая тоже, да. Ну, типа, да ладно, ну, подумаешь, ну, покричит, ну, и что, да. Ну, успокойся, там, потерпи, там, да. Так вот, так все, так вот происходит. Ну, либо папа там, да ладно, ну, подумаешь, что он парил, там, ну, скорее всего, мама. Скорее всего, мама. Мы-то, папа, это немножко другое. Вот. Папа, скорее мама, скорее мама. Вот. Либо, ага, наоборот. Либо ваша мама, она вас подавляла. Как бы. Вот. И у вас не ее сценарий поведения. А так называемый антисценарий. То есть, ну, против. А, то есть, обратный сценарий. Вот. Либо, может быть, даже такой контрсценарий. То есть, вы считаете, что поведение, поведение вашей мамы, например, неприемлемо, да. Ну, допустим. Вы считаете, что неприемлемо. И вы не хотите, чтобы оно, это поведение, было у вас подсознательным. Потому что вы видите для себя, от этого только вред. Вот. Такая история тоже может быть. В принципе. Вот. Но работа с сценариями и работа с моделями поведения, а также с различными эго-состояниями, да. То есть, вот, например, то, что вы жертвой находитесь, то, что вы, своего рода, находитесь в мазохистической такой позиции, да. То есть, вот, ваш муж на вас орет, вам это вроде бы не нравится. Но, с другой стороны, вы, наверное, подсознательно думаете, что, ну, все-таки он любит, все-таки он как-то заботится, все-таки он кормит, да, и так далее. Соответственно, ну, в глубине души где-то, вы думаете, да. А что я, да, что я могу, что от меня зависит, кто я такая вообще, да, думаете, как бы вот. Да я же не знаю ничего, я же никто. Такое обесценивание, обесценивание себя происходит, да. Вот. А кого вы идеализируете в этот момент? То есть, я плохая, а кто хороший? Или что хорошее? Ну, скорее всего кто. Понимаете? Вот об этом, об этом тоже нужно подумать. Причем именно подумать. Потому что это не так вот, что, знаете, ответить, вот, сходу. Это именно на подумать. Ну, на подумать. Подумать желательно прям вот, как следует. Ибо это важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Будьте говорит, что посмотрите. Погода. Присо. На помещении. Продолжение следует...